В селя Игульташ 5 улиц. На каждую питьевая вода подается всего раз в неделю, и то на 3 часа. За это время люди должны успеть набрать живительные влаги для домашнего скота, полива деревьев и для питья. Но вода быстро портится, так что некоторые вынуждены ездить за ней за 15 километров, а некоторым пить то, что есть, грязную. Наши деревья высыхают, саженцы, как видите, тоже не успеваем поливать, воды не хватает. Десять лет уже так. Люди уезжают из села, их так мало, что в школе оставили лишь начальные классы. Старшеклассники ходят в школу за 12 километров в село Бозадыр. Мы знаем, иногда в воде бывают черви. Она не отвечает эпидемиологическим нормам, поэтому кипятим ее, чтобы давать детям. Варим компот, хлорка, чистим все. Если мы будем давать воду, такую, какую привозят нам, то дети заболеют. Есть в селе водонасосная станция, но она старая. Насос работает 27 лет уже. Он отработал свое. Пытались, меняли запчасти, а толку-то. Никакой помощи. Люди сами стараются собирать копейки. Но этого мало на обновлении. Вода – источник жизни, но из-за ее отсутствия оставшиеся жители не собираются покидать свое родное село. Они делают новые попытки. Сейчас роют колодец. Вода здесь, говорят специалисты, на глубине примерно 30 метров. Денег на новые колодцы не жалко. Вода ценнее, говорят айгульташевцы. Ширина Санаку, Новомедерния, Залиев и Рызбек, Мазаи Тулу, Баткенский район, Общественный Первый канал.